Привет, сегодня 2 апреля, это Гриня и новый сезон. Боком Ньюс РДС, погнали! Сегодня в выпуске бомбезный состав команд РДС-GP 2021 и FIA-интерконтинентальный дрифт-кубок в Риге. Как же я по вам соскучился, а сколько всего произошло за первые 3 месяца 2021 года, я вам обещаю, сезон 2021 будет самым крутым в истории дрифта. Начнем с календаря РДС-GP 2021 и он в этом году полноценный. Все наши любимые локации. 1-2 мая Moscow Raceway, 20-23 мая Нижний Новгород, потом будет месяц перерыва для очень особенного ивента, о котором мы с вами поговорим чуть-чуть позже. 3-4 июля место проведения уточняется, хотелось бы таки на Егору вернуться только без дождя. 22-25 июля Рязань и Атрон, 19-22 августа Красноярск, Ред Ринг возвращается. 16-19 сентября Мячково, 14-17 октября классическое закрытие сезона в Сочи. Но не только локациями порадует нас этот сезон. Командные трансферы и новые лица сделают его незабываемым. Главная сенсация начала года – новый состав iMall Racing 2021. И если вы еще об этом не слышали, я завидую вам белой зависти. Екатерина Боченко покинула команду, но усердно готовится к личному зачету в новом сезоне, а на ее место взяли ирландца, многократного чемпиона всего и вся, Джеймса Машину Дино. Специально для RDS-GP Джеймс Дин построил новую S14 в карбонке в ларовом бодиките S15 и в подробностях описал процесс постройки этой машины с нуля за 9 недель у себя на YouTube-канале. А я, кстати, это все перевел на русский. Очень серьезный подход к постройке, с ним в команде поют уже родные нам Daigo Saito на Supri A90 и Charles Ng на 180SX. Но давайте вернемся чуть назад, в последний день 2020 года. 31 декабря 2020 года команда FailCrew выкатила новый состав команды без Лося, но с Кабой на сезон 2021, то есть теперь FailCrew это Цереграцев, Никулин и Кабаргин. Так вот, Сергей Кабаргин с одной стороны не удивляет в команде с Цереграцев, но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, Каба удивляет в составе какой-либо команды вообще. Возможно, под такими командными и спонсорскими обязательствами Сергею Кабаргину будет легче совладать с техникой и стабильностью вождения, что приведет к хорошим результатам. Там еще фланкер на VR38 уже готов и тестируется Цереграцеву, так что 100% будет не скучно. Уже на четвертый день нового 2021 года FreshAuto вывели всех из новогоднего анабиоза и объявили свой состав неполный, Дамир Идиатулин и Евгений Лосев. К сожалению, Федор Воробьев покинул основной состав FreshAuto, однако без поддержки он не останется. Феди недавно выложил пост с набросками нового дизайна, в котором явно прослеживаются нотки Trailhead. Да и кипарь этого бренда в его видосах по настройке нового выворота от ViceFab тоже не просто так. Федя тут же подхватил народное творчество и согласился со схожестью нового дизайна с ковром вашей бабушки. Говоря о более официальной информации, FreshAuto объявили о поддержке Феди Воробьева вне основного состава, и это очень хорошо. Ну и чего тянуть до конца выпуска с интригой, кто же третьего FreshAuto? Итак, Дамир Идиатулин в основном составе, Евгений Лосев там уже три месяца, и третьим за руль праворульной командной супры запрыгнет чувачок из Ирландии. И я не представляю, как вы вычисляете, когда и кто подписался на аккаунты инстаграма FreshAuto и Дениса Мигаля. Но вы были правы, это Джек Шанахан, это бомба, разрыв мозга. Возьмите мои деньги за РДС-ТВ и за билеты, хотя они мне достаются бесплатно. Кстати говоря, о билетах на вашем месте я бы не стал затягивать с этим вопросом ради вашей же выгоды. РДС-Джипи запартнерились с Росгонгами, и теперь именно Росгонги ведут все дела по билетам на этапах РДС. Что это значит? Во-первых, открыта предпродажа билетов на сезон. Во-вторых, теперь есть различные периоды продаж по принципу «чем раньше, тем дешевле». Новые категории билетов – Light, Standard, Comfort и VIP. Естественно, каждая категория билета – это разная категория услуг. Light и Standard дадут возможность просто прийти на автодром и занять свободные места на определенных трибунах. Но у стандарта еще будет доступ в парк-сервисы. А дальше по нарастающей до выбора конкретного места в Comfort и VIP – как на трибуне, так и на VIP-парковке. В планах оцифровать все автодромы, чтобы при покупке билета можно было посмотреть, какой вид открывается с этого конкретного места. Все подробности ищите на tickets.vdrift.ru, а подписку на RDS-TV можно будет приобрести уже в апреле, но все подробности об этом в следующем выпуске. Еще не купили билеты? Тогда давайте я вам расскажу о Look Oil Racing Drift Team. И эта команда выкатила свой состав пилотов на сезон 2021 RDS GP. И не то, чтобы были какие-то безумные сюрпризы, но это еще раз доказывает, что команда знает, что делает, а значит и сюрпризов было немного. Вместе с действующим чемпионом российской дрифт-серии Алексеем Головней в составе Look Oil Racing Drift Team поедут Дмитрий Ермохин и Андрей Остапов. В 2021 году все гонщики останутся на своих автомобилях с небольшими модификациями для 2021 года. У Алексея это Toyota GT86, у Дмитрия Nissan Silvia S15 и Lexus IS-DST у Андрея. Отдельная благодарность команде за более подробный пресс-релиз со всеми подробностями подбора пилотов в команду. Начнем с заявления руководителя Look Oil Racing Евгения Малиновского, где он рассказывает о том, как в этапы RDS привлекается ресурс основной команды. А именно на все этапы прошлого года приезжали инженеры кольцевой команды и постоянно ведется работа с пилотами, чтобы обучить их правильно пользоваться телеметрией, сбором и анализом информации для достижения лучших результатов. А дальше инсайдики пошли. Первые переговоры с Димой Ермохиным начались еще в середине прошлого года. Если вы следили за сезоном 2020, Ермохин реально валил адски и его два подиума и четвертое место на относительно недорогой машине против гипердрифткаров. Достижение достойное, чтобы его заметить. По словам команды, Дима мог бы усилить ее еще в середине сезона 2020. Но так как у Ермохина были спонсорские отношения с другим масляным брендом, разговор решили отложить до конца сезона и, похоже, Дима не разочаровал. А с Андреем Остаповым все еще веселее. Он сильно удивил руководство команды, когда в конце 2019 года отказался от приглашения в команду. Только, похоже, и сам Остапов этому удивился, так как такой отказ произошел по простой непонятке. Первый разговор с Остаповым у команды случился в Сочи 2019. Там произошла довольно забавная история, когда стороны не поняли друг друга. Ему показалось, что Лукоилу нужна именно Лада, как гоночный автомобиль. А Андрей не планировал ехать на ней 2020 год. Лукоил Рейсинг сделала предложение, а какой-то дерзкий уральский паренек даже не перезвонил. Наконец-то стороны поняли друг друга. Лукоил считает, что если Андрею просто дать возможность заниматься дрифтом, не думая о финансовом вопросе, и дополнительно снабдить его знаниями из области автоспорта, он станет очень результативным пилотом. И я думаю, Лукоил здесь тоже не прогадают. С Алексеем Головнев все скучно и предсказуемо. Чепа новый контракт получил фактически на автодроме в Сочи 2020 после заезда в ТОП-16, когда и стал чемпионом. Вот с таким составом я еще больше жду зарубу Лукоил Рейсинг с Фреш Авто и Аймол Рейсинг. Но мне кажется, что мы, кажется, кого-то забыли. Конечно же, трехкратный чемпион РДС-ГП и двукратный действующий обладатель интерконтинентального дрифт-кубка Георгий Чевчан и Форвард Авто, конечно, не оставят нас без интересной информации. Прошлый год команда осталась без своего японского легионера Масата Кавабата. Но вот запасной автомобиль команды Nissan 180SX, на котором дебютировал Кавабата в Сочи 2019, не скучал совсем. На него посадили молодое сочинское дарование Романа Тивадара и не прогадали. Победа на питерском этапе и постоянная угроза даже самому Гочи очень понравились команде. И на новый сезон 2021 строятся новые машины как для Гочи, так и для Ромы. Однако команда остается верна японским веяниям и не отвлекается на ваших этих ирландцев. Боевой Nissan 180SX Масата Кавабата, собранный специально для РДС, отправился в Россию из Японии. Форвард Авто делает все возможное, чтобы успеть доставить его до места назначения к первому этапу на Moscow Raceway. А подробностями о новых машинах Чевчан и Тивадара обещают поделиться очень скоро. Дальневосточные новости. Дмитрий Семенюк недавно представил первую приморскую команду для участия в РДС-GP 2021. Состав команды на сезон. Вице-чемпион РДС-Восток 2019, участник РДС-GP 2020 Григорий Гусев. Гриша выступит на своем автомобиле Toyota Chaser GP1, запасным будет Chaser GP2. Сокомандник Григория сам Дмитрий Семенюк. Предложение ехать весь сезон поступило к нему неожиданно. По его словам, он был не готов и теперь перед механиками стоит сверхсложная задача. Нужно построить машину за 10 дней, так как 12 апреля крайний срок выезда тачек в сторону Moscow Raceway. В лучших традициях инстаграмных конкурсов Дмитрий Семенюк предлагает своим подписчикам помочь с выбором названия команды. Ну а я уже с нетерпением жду этого дерзкого судью, как он на Moscow Raceway будет закладывать свои бэкварды и показывать флай. И напоследок я оставил для вас наших главных, то ли интриганов, то ли хулиганов, Никиту Шикова и Кристопса Блушса. Эти двое покинули Лукойл Рейсинг и забабахали свою команду с Блэк Джеком и Карбон Кевларом. Прошу любить и жаловать. Ажи Кей Файтерс Тим. Во всяком случае, я думал, что так команда называется еще в марте. Вот умеют сделать так, чтобы о них все время говорили. То Кристопс строит эту мега супру А-90, то Шиков ее выкатывает на сочинские гонки. Потом в самое тихое время межсезонье команда объявляет новый состав с тремя пилотами, но имена дают только двоих из них, Блушса и Шикова, соответственно. И вот полтора месяца все о них говорят, и только дождавшись, когда все открыли свои козыри, Никита Шиков удивляет всех новым титульным партнером и новым названием команды – Карвиль Рейсинг. На этих выходных в рамках выставки Моторспорт Экспо нам обещают дать больше информации о HGK Файтерс Тим, то ли Карвиль Рейсинг, но вот что точно хотелось бы услышать, так это больше информации и раскрыть тайну третьего участника команды, который поедет на F-22 Еврофайтер весь сезон RDSGP 2021. В декабре 2020-го FAA выбрала российскую дрифт-серию промоутером FAA Intercontinental Drifting Cup с 2021 по 2023 годы. В этом году впервые в истории кубок приедет в Европу, в сердце Латвии – Ригу с 12 по 13 июня. Автодром Бикерники станет первой европейской ареной FAA DC, хорошо известен поклонникам дрифта. Самые жаркие дрифт-битвы разгораются именно на этом треке. Это домашний автодром Кристопса Блужса и родина известных на весь мир еврофайтеров. Особенностью трассы является первый затяжной слепой поворот на 4-5 передаче. Настоящий вызов для лучших дрифтовых асов, именно они подарят болельщикам незабываемое зрелище. Официальная история дрифта как вида спорта началась в 2015 году, когда дисциплину признала Международная Автомобильная Федерация. Стало ясно, что это лишь вопрос времени, когда под эгидой FAA состоится главное мировое первенство по дрифту. Родина этой дисциплины считается Япония, и поэтому вполне логично, что именно здесь прошли первые состязания за интерконтинентальный кубок по дрифту. Первым победителем мирового первенства стал японец Массата Кавабата в 2017. Но уже в 2018 титул обладателя кубка перешел к Георгию Чевчану, который годом спустя защитил титул и на данный момент остается единственным двукратным победителем FAA DC. Неудивительно, что именно к нему приковано внимание болельщиков, ведь по служном списке Чевчана есть еще три титула чемпиона RDSGP. Победить в третий раз Гочи будет намного сложнее, ведь 2021 год ознаменуется дебютом нескольких выдающихся дрифтеров. И в первую очередь речь идет о Джеймсе Машине Дине. В составе команды World House он три года подряд становился чемпионом Формулы Дрифт США, а параллельно с этим трижды победил в европейской Дрифт Мастерс. И еще три чемпионских титула Джеймс взял в Аман Интернешнл Дрифт Чемпионшип на Ближнем Востоке. А в новом сезоне 2021 ирландец будет выступать в российской дрифт-серии в составе команды IMO Racing. Сравниться с Дином и Гочей по количеству громких титулов может только Дайго Сайто. Единственный дрифт-пилот, который смог покорить как Японию, так и Америку. Он является обладателем чемпионского титула Формула Дрифт USA и двух титулов D1GP. Дайго Сайто один из самых популярных пилотов мира. Он засветился в Новой Зеландии, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Соединенных Штатах. На первом FAA DC в 2017 Дайго стал третьим, а в 2021 собирается побороться за высшую ступень подиума в Риге. Еще одна заявка пришла от Чарльза Энг, дрифтера с огромным опытом, но последние годы предпочитающий выступать в российской дрифт-серии. В сезоне 2019 Чарльз немного не дотянулся до результата Гочи и стал вице-чемпионом RDSGP. А в FAA DC 2019 завоевал награду за лучший одиночный проезд в квалификации, но дальнейшие технические проблемы не дали возможности раскрыть потенциал в парных заездах. Чарльз Энг не пропустил еще ни одного FAA DC и со своим агрессивным стилем почти наверняка станет одной из главных звезд 2021 года. Знаете, что еще объединяет Дина, Сайта и Энг? Новая номинация командного зачета в FAA DC 2021. Впервые в истории Кубка пилоты могут объединяться в команды, чтобы побороться за звание сильнейшей команды на планете. И эта троица уверенно входит в число главных претендентов на победу. Дин, Сайта и Энг в Риге будут выступать в командном зачете за IMOL Racing. Подробности командного зачета вы можете узнать в спортивном регламенте, опубликованном на сайте fAAdriftingcup.com. Если вы хотите принять участие в FAA DC 2021, заходите на fAAdriftingcup.com за подробностями или обратитесь к своему региональному представителю Федерации автоспорта. Поторопитесь, количество мест ограничено, а я уже видел 18 заявок в регистрационных данных. О других заявленных дрифтерах я расскажу вам подробнее в следующем выпуске. А пока дрифт-пилоты не могут дождаться FAA DC 2021 12-13 июня в Риге, поэтому в их соцсетях вы можете наблюдать дружеские вызовы на дуэль в рамках этой гонки. Джеймс Дин вызывает своего соседа Джека Шанахана, Йоргий Чивчан подначивает Фредрика Азбо, а Аркадий Цареграццев вспоминает победу над Массата Кававата. Наконец-то у нас появится шанс увидеть, как пилоты сражаются за титул чемпиона среди чемпионов. Формулы Дрифт, РДС, Ди-1GP и Дрифт Мастерс. Больше дрифт-новостей вы сможете найти у меня на YouTube-канале Гриня, а Боком Ньюс РДС будет выходить каждые две недели до самого начала сезона. Так что не забываем ставить лайк этому видео, подписываться на канал и следить за нашими соцсетями, ссылочки на которые вы найдете в описании к этому видео. А мы пока ответственно будем готовить вас к самому крутому сезону РДС-Джипи и безумному ивенту FAA Интерконтинентальному Дрифт Кубку в Риге, Латвия. С вами был Гриня, увидимся через две недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok